Девушки отдыхают В этом году, в общем-то, пять постановок Просто одна постановка идет в программе И она не поступила в продажу Там просто свободный вход И все, кто хочет, уже прийти и посмотреть этот спектакль А если мы говорим о количестве спектаклей То, конечно, это всегда измеряется бюджетом Какие есть возможности И спектакли, которые мы в этом году привозим Они очень затратные Спектакль «Чаплин», потому что там 130 человек Три фуры, ночные монтировки И второй спектакль по затратности Который, в общем-то, утяжеляет бюджет Это театр из Новосибирска Просто с другого конца континента И поэтому, конечно, больше мы просто не могли В рамках своего бюджета сделать и показать Если спектакль, который входит в программу Уже работа анонсирована То хотелось бы несколько слов пошире Чтобы вы рассказали о самой ОВ-программе Что она включает и для кого она в первую очередь Избук назначена ОВ-программа обычно предназначена Театральным деятелям или студентам профильных музов То есть это такая специальная программа В рамках нее обычно проходят и мастер-классы по речи И по движению, и по танцу, и лекции В этом году мы немножко изменили направление И основным событием программы является учительский семинар Это трехдневное обучение для учителей русских школ Тех учителей, которые, допустим, породят в своей деятельности Это литераторы, историки, ульюхты Приводят детей в театр И на протяжении вот этих трех дней Учителя будут готовиться по программе Каким образом заинтересовать школьника Каким образом привить ему любовь к театру Как научить понимать театральный язык То есть это специальная такая методология Согласно которой можно подготовиться к коллективному походу И потом провести постфактум театральный урок И, конечно, это будет на основе каких-то конкретных спектаклей Один спектакль — это они И Новосибирского театра Второй спектакль — это как раз «Ветлак» Который будет сыгран специально один раз Только для учителей После чего пройдет разговор этого спектакля И третий спектакль, который мы включили в программу учительского семинара Это спектакль «Собачье сердце» русского театра Чтобы учитель получил то, что он сможет использовать через какое-то время на практике И привести свой класс на этот спектакль У них есть уже методика проведения такого группа Кроме этого есть творческие встречи Среди которых встречи с Тиматием Кулябином Также будут встречи с Дмитрием Крымовым И обсуждение спектакля Будет лекция Бориса Павловича О современном социальном театре в России Она будет проходить в театральной школе на Вышгороде Но опять-таки двери всех наших мероприятий у программы открыты На всех мероприятиях есть синхронный переводный истонский язык Так что эти могут воспользоваться все У программы, они бесплатные Их могут посетить любой желающий Да, абсолютно верно Сами творческие встречи с режиссерами, которые проходят в этом году Насколько широко они будут раскрывать Либо творчество самого режиссера Либо его спектакль, с которым он приехал Ну, в общем-то, это, как правило, такая свободная беседа Потому что, ну, зрители, которые приходят, допустим, на встречу с Кулябином Они еще не видели его спектакль То есть, скорее всего, эта встреча предваряет какие-то театральные впечатления Бывает наоборот, что после спектакля Поэтому беседа, она свободная Самое главное, и нам это очень нравится, что модераторами таких встреч А это тоже всегда важно, в какое русло направить разговор Являются, ну, замечательные, выдающиеся деятели Как российской, так и эстонской культуры В прошлом году у нас был известный театральный критик Павел Рудник из Москвы В этом году у нас Яков Алик, модератор встреч Поэтому я просто уверена, что, ну, беседа будет складываться Так что каждый начнет... Субтитры сделал DimaTorzok